По кочкам и маленьким дорожкам здесь больше не ездят. Теперь доехать до поликлиники можно с комфортом. Здесь появилась и удобная парковка для больных. Что касается качества. Вот сейчас приемка качества, она ведется в достаточной степени жестко. Мы сегодня смотрим объекты, но эти объекты мы еще не принимаем, для сдачи не принимаем. Потому что когда пройдут лабораторные испытания, мы тогда можем сказать, что подрядчики справились со своей работой. Но нет предела совершенству и пока делают дорогу от ближайшей остановки маршрутов, проход от близлежащих домов лишен даже самого обычного тротуара. 46-й и 33-й редко ходят, поэтому вынуждены оттуда выходить больше. Быстрее и как-то практичнее для нас. Но там тротуара, так я понимаю, тут не было? Вообще ничего нет. Вообще-то тут остаток какой-то тротуар есть, но следовало бы получше сделать, наверное, или оформить получше. А весной его размывают? Грязь, постоянно грязь. Но здесь же глина, и трудно пройти, набираешь всю грязь. Вот здесь вот я посмотрела, вчера отметила, что дорога хорошая, порадовалась, и можно было сюда вот что-нибудь придумать. А пока до тротуаров дело не дошло, масштабные изменения произошли на улице Иволгинской. Там изменили не только саму дорогу, но и схему движения. Новое, что мы сделали, это проезды под Семенгинским, под степной протокой улицы Иволгинской, для организации дорожного движения, которое бы отменится поворот налево. И теперь машины не будут затруднять движение. Те, кому надо, будут направо уходить, тормозами приезжать и на ту сторону переезжать. Все дорожные работы должны закончиться к 31 октября. До юбилея города дорожники обещают отремонтировать центральные улицы. Галина Соболева, Александр Лупсанов, Первая Альтернативная.